Скажи мне, правда, что девки страшные всем? Нет, не правда, они красивые, они действительно красивые. Если говорить о шведской порозе, девок, она выделяется, она особо, и это видишь. Ну, блондинки, они действительно блондинки, они такие крепкие. Натуральные, да, что даже никто не красит? Да, там явно больше блондинок, чем зелё в другом месте. Подожди, а девочки готы, что они делают? Девочки, ну, им приходится красить. Но в готы идут девочки, как раз, по нашим, вот по простым таким, по твоим, наверное, критериям, значит, они красивые. Страшные, по моим критериям страшные. Жертвы, а не феминизм. Там другая, как бы, там мужчина и женщина, вот шкала, представляешь, да, абсолютная маскулинность здесь, с левой стороны. Абсолютная фемининность с правой стороны. И где-то есть середина, то есть нейтральность, да. И вот мы, славяне, находимся на этой шкале дальше от центра, чем они друг к другу. И это формирует отношения между мужчиной и женщиной немножко другим образом. И мне вот с этим до сих пор сложно. То есть, с чем именно тебе сложно? Что женщина всегда сверху, или что она платит сама за тебя в кафе? А это другое. Ну, понимаешь, но это делается не в том, что сверху ладно, это клево. Это еще лучше, это просто замечательно. Мечта любого самца, на самом деле, скрытая такая, тайная, из психоанализа там из детства. Ну, а что сложно? Главное то, что они не пускают мужчин так далеко в свой душевный мир. И это вызывает чувство, что вы не родные друг к другу. И кому-то нормально с этим жить, мне не очень. Там конкретная культурная затыка. А тебе же как музыканта нужно взять на в душу лезть, да, к девушке? Нет, даже не как музыканта, а как по сравнению с ними, скажут, как дикарю. Как дикарю надо, это дикарю в душу надо взять. Это дикарю в душу, да? Антон, скажи, пожалуйста. Опять же, я в Швеции вспомню, да, там этого больше, и там это просто чувствует, что это нужно, и так можно. Ну, я не был, я просто как бы опять эти люди свои собственные переживали. Да, не умничай, да, в Швеции там и не были с Антоном. Я к тому, что немножко больше доверия друг к другу, это вот очень важно. Ну, я думаю, поедем, пожелаем. Теперь уже поедем, конечно. За программу, за сценку, да. Все раз и подлагаем. Антон, ты знаешь это слово? Я первый раз слышу это слово. Вся классическая музыка была основана, и есть основана Антон, по крайней мере, обыкновенная, традиционная, которая использует гармонические формы, музыкальное сложение. Она строится на использовании предыдущего музыкального материала, и за это просто невозможно. Я слышу, что кто-то у кого-то что-то украл, пустот какой-то, а ты украл, а ты вор, да ты это фигня. Он тебя взял и оправдал, Квэд Питтл, то есть группу, которую я ненавидел. Конечно, конечно. А как она звучит, кто взял, кто квэдзял, это настолько неважно, чтобы звучала музыка. Главное, что музыка. Кстати, вот даже Стравинский, сейчас я буду тебя подавлять своим авторитетом. Давай, давай. Да, когда-то Стравинский сказал, что Бивальди написал всего одно произведение, а потом 400 раз его переиграл. Дремена года, что ли? Да. Ну, а нормально, как бы, это выпало. В данном случае, это вполне достаточно, если даже такой поддержки нет. Стравинский тоже ничего, кроме Весной Священной, не написал. Мог бы сказать Бивальди по Стравинскому, если бы он узнал. Я тоже стал подавлять своим музыкальным авторитетом. У нас в гостях Василий К. и Антон из группы Паника. Еще и Владислав, который пытался робко два слова сказать, но тут же его заткнули. Адрес, адрес. Все потому, что вместо напитка дуратино шотландского производства он пьет виноградный сок, и, следовательно, естественно, конечно, кто же такому человеку слово даст? Нет, Ваё, оно в пути складывается. Ты как блюдмен, да? Нашел музыку в одном месте, несешь в другое. Или просто садишься и пишешь на потребу рынку? Как живешь вообще? Ну, другими словами. Сейчас расскажу. В общем, я живу благодаря нашей, опять же, славянской чудесной беззаконности. Потому что вот в Швеции, той же, где я провел много лет, там, если ты занимаешься музыкой и хочешь на это же дело жить, то есть ты должен быть либо подпёрт коммерческим проектом, либо ты используешь гранты всякие. Это по-нашему кредиты, да? Нет, не кредиты. Это не кредиты, которые выдают государству на поддержку искусства. Выдают государство деньги на поддержку искусства. Да, на поддержку искусства. А вот людей, которые бы жили на том, что просто играют свою музыку, там, где приходит какое-то количество людей, которые будут послушать, и имеют такую роскошь, что ничем больше не заниматься. То есть это такое счастье. Мы постоянно ругаем то, что происходит у нас, а как у нас всё противно, как у нас шоу-бизнес ужасный, а как на Западе всё классно. Отлично. Я могу сказать абсолютно точно, зная ситуацию там и тут, что на самом деле людей, которые играют в Живе Музыку, это просто не так, это миф. У нас всё очень хорошо. Где же ужаснее шоу-бизнес? Где у нас ужаснее? Или вот там вот, где блондинки натуральные на каждом шагу? Где блондинки натуральные и феминистки на каждом шагу? И вот только что нам предложили с моей группой Кюртен, с которым я начинал вообще рок-музыку узнавать в 90-х годах, шведы, мои первые шведские друзья, до сих пор мои главные шведские друзья, нам предложили сделать в Манме, это третий по величине обороны шведский, нефигный город, там 300 тысяч, но по их понятию, вот окей, отлично. Реюнион концерт, 8 лет спустя. И нам говорят, окей, вот ребята, у них у всех свои дела, вы собираетесь, быстро репетируйте, я в России, и мы выступаем. Сняли хороший клуб для этого дела. И сказали деньги, сумму, там 12 тысяч крон нам дадим. Я думал, как хорошо. Исходное дело, значит, а вот существует как музыкант на нашем подсоветском пространстве, то есть ситуация с деньгами очень понятная. Сыграл, тут же получил, поел. Ты не понимаешь ситуацию, не понимаешь. Если что-то, если что-то, что-то, это происходит не так. Извини, что, не так происходит. Музыкант приходит, я тебя научу, потому что ты же был в клубе страны. Ты просто не поймешь потом, ты не поймешь. Ну давай, давай. Ты вот сыграл и получил, приходит музыкант в клуб, переодевается, готовится, там, красится, если нужно, все, готовится. Вот Антон, он кивает, он знает. Потом время выходить на сцену. Музыкант говорит, несите гонорар. Ну подожди, чувак, ну выходи, подождите, подождите. Несите гонорар. Ну подождите, ну идите на сцену, работайте Пока гонорар не принесут Ни один музыкант Ни в одном клубе на сцену не выйдет Это просто, чтобы тебе легче было жить Это я на будущее говорю А я тебе говорю, что не так Выходят на сцену? Я не встречал никогда еще Просто, может быть, я не общался с такими святыми людьми, как вы, с просветленными Но все музыканты, которые я видел Они всегда Мозгу импринт Если тебе деньги не дали сразу Ты поиграл, там, до или после Это у тебя мозгу цедыс лампочка Обманули Ой-ой-ой, начинается война внутренняя Мне сказали, Василий, ну что, деньги мы получим, значит, через месяц примерно Без наличкой Минус 30% И, чтобы это надо провести, через какое-то предприятие Я у своих шведских друзей спрашиваю Ребята, что это происходит-то вообще? Это как? У вас тут нормально так? Так у меня ощущение, что я вижу Амифу и два, два, все, окей, вот, да Я тоже понимаю, так, ага Я восхищаюсь Швецией, как у них все устроено Чтобы этому сократиться, реализация Именно по параметрам гуманности Вот, и понятно, откуда берутся деньги на это Потому что все люди всегда платят на 50% И все очень белое, все очень прозрачно Все очень всем понятно Вот, и поэтому там много хороших вещей И поэтому ты решил переехать сюда? И поэтому я решил переехать сюда, потому что там просто сложнее И невозможно, да? То есть ты, на самом деле, ты крамольные вещи говоришь Ты пытаешься нас убедить, что все-таки лучше жить Вот при таком порядке вещей, как у нас, где...